здесь туалет есть надо здесь есть туалет и вот смотрите мы подъехали я там изначально подъехал сейчас увидите эту всю поляну сказок вот такой вид открылось можно дома здесь построить чтобы выход был на эту улицу например тоже заменят но хотят в принципе нормально асфальт без дыр и сказок такой знаете смотрите раз вот прям от реально такая аллея сказок все видно что уже старенькая а здравствуйте в этом канале ярослава фролова и бусинки тоже бусина сегодня у нас тоже пришла и сегодня я вам покажу дом до 2 миллионов рублей у нас не будет влога то есть я вот не буду так вот брать камеру уезжать куда-то нет так получилось что я просто а у меня обычно идет съемка 23 дома за раз у нас будет буквально скоро я вам выпущу еще один ролик со своим факапом прям мощнейшим все покажу что там да как было все покажу вот а сегодня вы увидите дом дом неплохой с точки зрения цены надо понимать что дом за 2 миллиона рублей выглядит вот примерно так сейчас уже в крыму да кто думал долго думал очень долго думал то есть летом в июле вы вы так подумали я хочу купить дом в крыму но я еще подожду чего-нибудь подумаю у меня есть полтора миллиона два с половиной и вот цены же должны упасть друзья цены в крыму никогда не падали об этом мы поговорим после уже просмотра дома а сейчас хочу сказать для всех кто видит меня впервые меня зовут ярослав фролов и я занимаюсь подбором домов и участка в крыму и если у вас есть мечта купить здесь дом обращайтесь обращайтесь прямо сейчас в описании к этому ролику есть ссылка на опросник заполните его и мы с вами пообщаемся да я работаю по предоплате то есть я не от меня не будет халявы какой-то там но приходя ко мне со мной ко мне работать мы с вами точно сможем подобрать то что вам интересно и то о чем у вас мечта возвращаясь сегодняшнему дому дом находится в центре крыма дом от моря где-то приблизительно но километров наверно 80 90 дом в хорошем месте он рядом с пгт я бы его рекомендовал если бы при прочих равных если бы вы согласились то есть мой заказчик согласился бы на то что там отдельно будет вход в кухню но это кстати нормально но там будет отдельно вход еще в душ вот это уже не совсем нормально поэтому посмотрите ролик и потом не переключайтесь потом мы с вами еще много 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 поговорим ночи поехали буквально тут ехать осталось немножко четыре минуты село достаточно большое по крайне это не малюсенькая деревушка все аккуратненько замечательный новый асфальт эту дорогу где мы только что ехали сделают потому что буквально за метров 300 500 потолка начал снимать там сделанная полностью новая дорога поэтому и до сюда естественно с не в этом то в следующем году точно сделают просто в этом году может уже у них сезон закончился не знаю но ведь в себе все сделано дорогу внутренние хорошие козлечка молоко есть когда я вам показываю когда мы едем по селу подъезжаем к силу ездим по силу вы смотрите какие заборы какие дома потому что вам в этом окружении жить а мне так кажется очень даже неплохо очень даже все где-то тут адреса точно не помню но где-то где-то тут сейчас вспомнил ну что ты тут посмотрите мы подъехали я там изначально подъехал сейчас увидите эту всю поляну сказок вот такой вид открывается этого перекрестка сам дом здесь в доме есть газ в доме все ухожено чуть-чуть там своеобразная планировка ну там такая планировка только из-за того что там была летняя кухня и дать отдельно дома отдельно все это пристраивалась на отстраивалась сейчас все увидеть асфальтированная улица асфальт пока не новый я думаю тоже заменит но хотя тут принципе нормально асфальт без дыр но здесь 10 киловольт я так понимаю стоит а тут дальше у нас 220 достаточно большой подъездной путь не пугайтесь то есть чтобы вы понимали здесь снега нет чистить это не надо будет в крыму дал такие большие подъезды там тут большие пространства здесь зимой снег бывает одну неделю лежит максимум две недели и и все это он лежит пять сантиметров здесь кругом орехи перед домом тут соседи видите ставится забор нормальный живут все хорошо здесь ну надо будет забор да немножко облагородить можно кстати это же сохранить то есть деревяшки только поставить свои надо из по фону слышите ездят говорят молодые куры несушки вот такой у нас фасад показываю вам орехи идёт под ногами орехи вот такой фасад сейчас дойдем до угла покажу это угловой участок участок огромный тут кажется 25 соток плюс как риэлтор говорит что тут в принципе можно взять будет сейчас покажу землю но если забуду то вот там на задах можно еще столько же взять земли в аренду я по секрету вам скажу через пять лет вы спокойно бесплатно сможете приватизировать ну и по крайней там без всяких торгов беси вот там вот вот это вот ваша часть то есть можно дома здесь построить чтобы выход был на эту улицу например почему бы нет единственное что имеется ввиду идет газопровод у него кажется 5 или 7 миллиметров есть охранная зона рядом с ним строить ничего нельзя честно говоря идеи тут эти нельзя их надо постричь ну чтоб они не упали не то не все вот видите где-то говорят продаются куры несушки прям нам в микрофон слышно вам надеюсь давайте заходим класс смотрите виноград не собрали так пример на этом же месте сорвалось мне прозвонились вот смотрите здесь два вода на этом участке что интересно два вода воды один здесь неизвестно не не пользуются этим но скорее всего здесь тоже вода есть и 2 там мы сейчас с вами его посмотрим здесь виноградная арка давайте сразу пока мы здесь я вам покажу дом снаружи он весь пенопласть и значит дом теплый прям очень теплый но из-за того что он пенопласть и если даже там были когда-то какие-то трещины их не видно даже если что-то там где-то было здесь тоже кстати виноград только уже белый чем сам интересна сегодня нас год 12 октября виноград еще можно кушать прям с куста так давайте вам покажу дом с задней стороны то что только отсюда его можно посмотреть углы показывать смысла большого лет хотя знаете вот это вот не утепленная поэтому это же жестко углы нормальные дом ну такое ощущение что он саманный но говорят что из ракушки в принципе то и другое неплохо видите он везде утеплен поэтому очень теплый очень классный но на всякий случай имейте ввиду у вас газовый счетчик вот здесь то есть самом конце вот у вас газовый счетчик туда заходит это кухня летняя это тут же стоит я так понимаю котел если пройти дальше проходим 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 и тут вот тут тупичок все да тут даже котел висит труба стоит от него сюда периодически ходить надо будет снимать показания газового счетчика здесь электрический счетчик подходит одна фаза вот нормальный сик но почему-то переходит такой можете переделать я думаю что это не сильно большая проблема дальше давайте в дом мы пройдем потом в дом сейчас давайте мы с вами пройдем по территории территории интересно здесь жили к очень креативные люди здесь аллея сказок так и знаете смотрите 1 вот прям от реально такая аллея сказок все видно что тоже старенькая но мы есть смотрите кто-то прям вот креативил здесь есть сад как молодой посаженный так уже и нормальный что-то на быть подрезать что-то где-то как-то но покрайше что покушать будет абрикос абрикос скорее всего брать не буду это миндаль кто вдруг не знает как миндаль растет вот вот на таком вот на таких деревьях такой миндаль у вас он есть волк ну погоди просто квашен скажи классно здесь вот я еще с улицы это увидел классный здесь достаточно много места сад его просто дно немножко пополивать чуть-чуть подрезать чуть-чуть что-то где-то проведите будет все хорошо вот вода это основная вода который идет дом то здесь здесь же стоит счетчик вот она улица помните я вам говорю что принципе можно поставить день здесь дома вот будет выход вот можно здесь сделать давайте сразу пройдем до самого конца вот здесь тоже сад то есть с точки сада вкусняшек здесь всего будет очень много это на сайва доносит вот тут заканчивается ваш огород но вот я помню вам сам начальство риэлтор мне сказал что вот эту часть например вы можете взять в аренду и я бы на вашем месте бы ее взял сразу как только приехал бы взял в аренду а через лет пять лет через пять ну то есть я бы это уже бы просто выкупил там за пять процентов или вообще бесплатно приватизируем что земли много не бывает тем более халяв если вдруг как здесь у нас сарайка для всякого разного есть еще одна сарайка если захотите скотин держать тут без проблем туда же сейчас покажу вам тут двое бычков сейчас прям живет бабочка то есть если вдруг все есть для этого содержание скотина или просто снесите это все если вам будет это не нужен просто берете сносить вас строим тиралку останется хотя тут на цемент собрана не весело ну потому что когда цемент там ракушку тяжело очищать цемент плотнее ракушки так хорошо сейчас мы с вами сначала зайдем к вам покажу погреб охту сейчас будет привет собака привет привет моя хорошая смотрите здесь чтобы вы ориентировались то есть вот он вход вот он вход в принципе теоретически даже машина может проехать с трудом но может и заехать вот в этот гараж здесь есть гараж причем живой ну там проедет легковушки и легковушки сюда можно ставить тяжко но может это железяк разберетесь если вдруг будет такой же в гараж машину сейчас давайте здесь достаточно большой сарай но этот не сарай погреб смотрите сухой в нем прохлада сейчас на улице у 28 наверху на машине поэтому его можно использовать надо будет просто серный шашка продезинфицировать побелить будет вам счастье так пойдемте дальше так идем дальше в самом конце здесь как раз выход бычка вот мы с вами только что там были удачки здесь выход назад и здесь туалет уличный в доме тоже есть туалет здесь ну тоже какое-то такое помещение для скотины значит на бычков по в самом начале держит когда молочных бычков под притаскивают здесь душ душ баня принес можно пальцем ожидать титан нагреватель но его затопит тут нагревается ну раньше нагревался вода сейчас наверно уже этого нет 6 через электрокотел проще вот здесь душ где помыться есть сразу прям единственное что везде проходы через улицу вот это вот да то есть везде здесь прохода идут через улицу так это у нас кухня это как раз кухня где стоит котел где кухня где газовая плита но тут в общем это столовая опять и отдельное помещение плюс плюс для крыма в чем тут не будет у вас жарко в доме то есть самое главное тоже даже сейчас 6 28 градусов на снаружи когда начинаешь готовить дом он сейчас ладно сейчас мы дома готовим их уже кондиционер не включаем просто открываем окна все и так далее а так летом включаешь кондиционер на полную это он исправляется поэтому здесь хорошо здесь же у вас стоит котел причем котел он и газовый насколько я понимаю да он и газовый и дровя но если вдруг что-то случится можно дровами топить расширительный бак все здесь есть все тут же видите вода подведена сюда стиральная машина здесь же стоит сразу глянем сколько у нас тут так память у меня в общем там сдохла я вышел высота потолков там чуть 2 130 теперь давайте зайдем сюда в эту часть дома это я так здесь смотрите здесь у нас в этой части дома здесь туалет есть надо здесь из туалет и проход в тот дом вот здесь вот то есть вот через это там есть на ту веранду сейчас когда пойдем я вам покажу нормально все поздно нормально нормально так смотрите здесь комната здесь комната с отоплением все высота 220 по потолкам и так эта печка больше больше наверное все таки оставлено как знаете для антуража над потому что вот она отопление кстати здесь же стоит насос его включают чтобы гонять тут все отопление кругом выходит из там стоит котел прям за стенкой и котел на обратке стоит здесь хороший большая комната отдельно отдельный вход поэтому и пишут что возможно жить здесь две семьи в принципе не берите в голову все хорошо так теперь вышли и идем в самом дом самом доме говорить практически не буду что спят дети тихонечко зайдем вот смотрите вот отсюда заходим в сам дом здесь вот помните вам сейчас показывал туалет вот он за вот этой вот этим одеялом там как раз здесь можно пристройки стройки делать сейчас тихонько зайдем показываю вам комнату там где спят где так тут у нас еще одна комната здесь высота потолков наша такая же да плюс минус здесь была печка сейчас везде отопление вот так вот вот ну в принципе печка возможно даже рабочая еще до сих пор все выходит тут у нас ничего все выходим 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 все вышли и так друзья кратко и так рад вот мои впечатления по поводу этого дома дом в принципе неплохой по цене ну мне сказали что в принципе можно и договориться конечно там скидка небольшая махонькая есть но в принципе можно и поговорить но плюс дома есть газовое отопление можно заходить и жить прямо сейчас потом да со временем надо конечно все со время сделать современный туалет современный душ то есть ну чтоб все было по современному все было красиво вот минусы то что все надо будет делать по-любому вот прям все делать вот потому что дом старенький потолки низкие то есть если только переезжать прям вот ну понимая вот эти минусы но еще из плюсов да очень близко но пока это относительно близко и по хорошей дороге вон смотрите вот я вам говорю что дорога хорошая вот она начинается буквально рядом с селом то есть я все равно доведут до этого села по хорошей дороге не сильно далеко от райцентра то есть вот это да то есть ездить на работу вот это все 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 то есть ну кому нужна работа ну то покупать такие за такие цены недвижку в принципе да то есть нужно будет найти работу но то да но зато есть возможность пока я по словам риэлтора я не знаю насколько это действительно но по словам риэлтора вполне можно взять соседскую вот эту землю которую он показывал в аренду и можно будет там сажать что-нибудь сеть то все 5 10 а потом ее прихватизировать ну и может быть продать еще что-нибудь еще что-нибудь вот прям так все еду смотреть следующий дом вам скорее всего тот дом покажу уже в другом сюжете посмотрели ролик поставьте лайк и не забудьте не забудьте подписаться на этот канал где вы смотрите и подпишитесь на мой телеграм-канал подбор дома в крыму вот вот именно телеграм-канал подбор дома в крыму там ну так как сейчас всякие youtube закрываются рутубы работают с перебоями века вообще глючит ну и тогда а вот телеграм-канал подбор дома в крыму он пока самая стабильная наша площадка где мы общаемся и каждую субботу каждую субботу у нас проходит в телеграм-канале подбор дома в крыму стрим из крыма ну плюсом я его делаю то на ютубе то на рутубе хочу еще сделать попробовать на вк сделать вот но основа сейчас у нас телеграм-канал подбор дома в крыму поэтому приходите туда а теперь по делу тот дом который вы увидели я понимаю что вы сейчас посмотрели этот дом сказали ярослав какую-то херню нашел прям ну разве можно ну ты че уж ярослав ну так вот да именно такие дома сейчас за 2 миллиона рублей увы ах да можно найти лучше можно но они будут дальше от цивилизации плюс этого дома в том это сейчас говорю для тех кто все таки не выключил ролик а смотрит дальше и собственно я вам вообще рекомендую смотреть мои ролики до самого конца потому что я много говорю иногда а я че-то говорю все таки полезного для вас иногда говорю вот так вот этот дом очень близко к районному центру причем к хорошему классному районному центру Красногвардейская ПГТ Красногвардейская это классный районный центр и этот дом заслуживает действительно внимания да там есть нюансы в этом доме конечно же есть вы их все видели но 2 миллиона рублей для Крыма это уже не очень большие деньги и кстати сразу же вот сейчас хочу вам намекнуть что в описании к этому ролику есть ссылка на опросник и если у вас есть мечта переехать в Крым обращайтесь я именно тот человек кто вам поможет подобрать дом или участок в Крыму я работаю абсолютно по всему Крыму от Ялты до Красноперекопска от Керчи до Севастополя я работаю в любых бюджетах от миллиона рублей до миллиона долларов не вопрос просто дорогие дома я вам не показываю на каналах потому что новый рейтинг у этих домов сразу низкий как только показываю дом за 2 миллиона рублей все у меня рейтинг опять будет классный все хорошо я знаю это потому что люди почему-то думают что ну это нормально я тоже такой же вот люди думают что можно за какую-то небольшую денежку хотя 2 миллиона уже нормальные деньги можно за какую-то небольшую денежку купить прям дворец невозможно все мало того в Крыму я в каждом ролике об этом говорю в Крыму дорожало дорожает и будет дорожать недвижка по крайне как я это вижу я наблюдаю за недвижимостью в Крыму как я уже много раз говорил с 1 августа 21 года первые 6 месяцев я наблюдал для себя я покупал себе дом а где-то с 25 февраля 22 года я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму для вас через меня прошло огромное количество заказчиков семьи я уже без ложной скромности могу сказать что у меня насмотренность одна наверное из лучших среди риэлторов в Крыму вот я запустил свой проект потому что ну вы знаете я занимаюсь подбором но мне говорят Раслав помоги продать помоги продать помоги и я да я запустил свой проект ruvant.ru собственно говоря можете его тоже найти ruvant просто набирайте по-английски ruvant там кстати в яндексе можно набрать ruvant по-русски и найдете сразу же заходите туда там предложений очень мало вот кстати крымчане если вдруг вы хотите продать что-то приходите в рот вы можете разместиться там бесплатно абсолютно единственный нюанс если вы хотите чтобы я занялся продажей вашей недвижки ну тогда будет условие 5% и на 12 месяцев у нас с вами будет заключен эксклюзивный договор тогда я вами на полном серьезе прям по серьезному займусь и мы с вами поработаем вот кстати буквально на днях вот буквально вчера у нас сегодня у нас получается какой 18 19 18 сегодня октября а вчера буквально мы заключили договор я обещал об этом телеграм-канале как раз подбор дома в крыму я обещал рассказать про эту ситуацию так вот рассказывал вот вчера у нас произошла первая сделка с руантовских объявлений вот те кто пришел ко мне на эксклюзивный договор мало того там произошла очень уникальная ситуация такая ситуация бывает крайне редко у нас но это возможно кстати имейте ввиду действительно это возможно то есть если вы не можете приехать сюда если даже вы продаете свою недвижку вот прям продаете вы живете в москве но у вас здесь есть недвижимость вы хотите ее продать не приезжая сюда вы это тоже можете сделать у нас есть услуга удаленная сделка для наших заказчиков стоит не так дорого вот и у нас мы на этой сделке представляли я представлял так как у меня договор ну руванский договор был с продавцом я представлял продавца по нотариальной доверенности а моя жена юрист вы ее прекрасно знаете вот она профессиональный юрист она прям вот прям мощь такая по недвижке вот вот и она представляла покупателя и мы вдвоем с женой вчера были там мы целый день целый день вы не представляете это просто ужас какой-то мы вот с девяти утра до шести что ли до пяти вечера до пяти до пол шестого мы провели в банке в МФЦ потом опять в банке вот это все у нас было почему потому что утром мы получали доверенности у нотариуса потом потом мы потом мы пошли на открытие скроу счета потом то что у нас идет защищенная удаленная сделка потом мы пошли в МФЦ регистрировать сделку потом нам пришлось вернуться еще в этот самый в банк опять в банк там еще вот ну и так далее вот я просто это все я рассказываю почему потому что друзья у вас есть возможность приобрести или продать здесь недвижимость в Крыму и мы вам с этим поможем она будет полностью защищенная сделка с точки зрения мошенничества всего потому что мы заставляем наших доверителей прописывать прямо в доверенности что да мы продаем или мы покупаем но в случае там каких-то денежных вопросов деньги во-первых вы перечисляете сами мы к ним касания не имеем и даже когда мы распоряжаемся вашими деньгами там в определенном порядке мы их можем переводить только согласно доверенности мы вам в доверенности прямо прописываем какие-то все эти условия поэтому там никакого мошенничества быть не может ну и собственно говоря репутация наша пока отличная хотя ну честно статистика уже должна быть не на нашей стороне ну тьфу 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 все у нас пока спасибо вам дорогие заказчики наши дорогие клиенты Руванта спасибо вам пока вот все отлично все хорошо у нас ни с кем никогда не было конфликтов и я уверен не будет потому что мы делаем все чтобы работать для вас и вместе с вами и еще раз напомню друзья еще раз напомню если вдруг вы хотите продать недвижимость в Крыму приходите у меня есть проект ruvan.ru мы вам поможем продать вы можете бесплатно разместить объявление на Руванте все хорошо все замечательно этот проект продвигается мощно продвигается туда приходит очень там очень большая посещаемость из-за того что я его рекламирую как вы видите на всех своих ресурсах он есть во всех поисковиках там так далее но если вы хотите чтобы я вам помог продать потому что например вот это объявление которое там провисело оно провисело кажется 30-40 дней все и оно продано там есть другие объявления они еще будут висеть чуть дольше потому что там с документами все замечательно все чисто все хорошо но просто сейчас там есть два дома например на момент съемки это там есть два дома и есть участки по гостиничному бизнесу кстати имейте в виду если вы хотите в Крыму построить гостиницу настоящую гостиницу не на сельхоз земле гостиницу построить не на ИЖС земле где потом есть не суд а действительно Построить гостиницу на земле с разрешенным использованием земли, гостиничный бизнес. У нас на Руванте есть такое предложение. Причем я официально представляю продавца здесь, в Крыму. У нас все документы проверены. Там можно купить кусок земли вплоть до 2,7 гектара. Приходите, переговорим, что почем, зачем и как. Опять-таки, вы можете приобрести, не приезжая в Крым, тоже не проблема. Там можно купить 10 соток, можно купить 30 соток, 50 соток гектар и до 2,7 гектара. Общая площадь 2,7 гектара. 600 метров от моря. Подзойдите на Руван, посмотрите. Так, друзья, об этом я вам рассказал, об этом рассказал, об этом рассказал. Ну и, пожалуй, еще раз напомню, что у меня телеграм-канал подбор дома в Крыму. Жду вас там. Все, не буду больше задерживать ваше внимание. Буквально увидимся с вами. Ну, в ролике-то вы, в принципе-то, ролик-то выйдет, наверное. А, ролик увидите сегодня ночью. Поэтому увидимся с вами в субботу в 9 утра, как и каждую субботу. У нас стримы с Крыма. Вот каждую субботу у нас есть стримы с Крыма ровно в 9 утра. Не опаздывайте. Приходите ровно в 9 утра, по-моему, московскому времени. Вот. Телеграм-канале подбор дома в Крыму будет, во-первых, в самом телеграм-канале будет. И плюс там будет ссылка, где мы будем еще дополнительно проводить. Это либо будет YouTube, скорее всего. Ну, пока он у меня работает, он будет на YouTube. Если у меня YouTube перекроет провайдер, тогда будет это либо Routube, либо это будет у нас VK-видео, либо еще что-нибудь придумаем. Но в телеграм-канале это будет идти, то есть все хорошо. Все. Увидимся. Всего вам наилучшего. И напоминаю, меня зовут Ярослав Фролов, и я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму. Приходите. Удачи. Да, ну, подпишитесь, подпишитесь на телеграм-канал. Буся. Я занимаюсь воплощением вашей мечты, можно и так сказать. То есть я занимаюсь подбором домов и участков в Крыму. Заполните описание в описании. Да, что-то заполните. Заполните опросник по ссылке в описании, и мы с вами переговорим подробно на эту тему. Только с вами. Продолжение следует.